Подведены итоги ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». На этот раз в голосовании принял участие почти миллион россиян. Так что «Автомобиль года» — это лучший индикатор народных вкусов и чаяний. Премия проводилась в 22-й раз, а это значит, что она сопровождает отечественный автомобильный рынок на протяжении всего нынешнего столетия. Несмотря на недавние радикальные перемены, выбор россиян оказался консервативным. Радикальных изменений не произошло, потому что разворот на восток требует времени. Но вкрапления, влияние китайского активно развивающего сектора, безусловно, отмечены и есть. В этот раз китайский автопром представляла компания «Черри», работу которой признали прорывом года. А две ее модели стали лучшими в своих номинациях. Приз новинка премиальный сегмент достался кроссоверу XEED VX, а лучшей новинкой весны и лета 2022 года оказался «Черри Тига 8 Pro Max». И действительно, за последнее время марка сумела добиться огромного прогресса на российском рынке. Это стремление, готовность автопроизводителя в максимальной степени отвечать на потребности рынка и конечного покупателя. Это в том числе и организация работы и здесь, в России, и взаимодействие между заводом-производителем и нами, как дистрибьюцией. Среди относительно доступных легковушек лучшими стали Kia Picanto, Lada Vesta, Kia Ceed и Skoda Octavia. В номинациях, отведенных под премиум сегмент, награды заработали Mercedes-Benz S-класса и Aorus Senat. Среди кроссоверов и внедорожников лучше всех выступили Subaru Outback, Renault Duster, Subaru Forester, Kia Sorento и Toyota Land Cruiser 300. Лучшим пикапом стал Mitsubishi L200, лучшим минивэном Kia Carnival. А в номинациях для коммерческого транспорта вперед вырвались Peugeot Partner, Volkswagen Transporter и Gazelle NN. Тот самый выбор, который и является основой концепции автомобиля года в России, он будет всегда. Дай бог, чтобы он был широкий и интересный, потому что автомобили – это то, что на самом деле объединяет людей. Однако изменившие сериали неизбежно повлияют на вкусы и мнения наших соотечественников. Очень интересно, как будет выглядеть список победителей в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok